всем привет сегодня поговорим о том что несут и фиксируют собой затмение 14 и 28 октября они фиксируют очень мощный переход примерно такой же был перед началом коронавируса ну или скажем так в самом самом его начале и тогда и сейчас многие люди заранее ощутили очень странное ощущение но в этом случае да если мы берем этот период вот в сентябре многие чувствовали некую подавленность некую тревожность как будто что-то такое тяжелое должно произойти или происходит прямо сейчас но так как большинство людей вот этих чувственных не умеют разделять скажем так информацию вот мы здесь скажем так мы сразу в первые дни поняли что происходит как что нам хотят донести дальше уже спокойно сидели да не очень приятное ощущение но когда ты понимаешь о чем это и то что это на тебя непосредственно не касается то гораздо проще но вот большинство людей восприняли это как будто информацию про себя мне плохо потому что я что-то не доделал я какой-то не такой некоторые стили на успокоительные за это время некоторые обратились психологу некоторые пошли на обучение психологу не вот благодаря instagram очень удобно наблюдать скажем так за жизнью людей есть люди которые там прям ревели не понимали почему они плачут так сказать заранее всю боль еврейского народа чувствовали ну и тому подобные вещи вот некоторые кстати говоря проецировали это не столько на себя сколько на своих близких вот у меня такое тяжелое ощущение потому что муж мне уделяет мало времени или еще что то это конечно негативно сказывалось на отношениях вот или это коллеги мои твари вот негатив тут создают не любят они меня поэтому я себе так ощущать соответственно это тоже ничего хорошего не несло поэтому учимся разделять и здесь особое особое я бы сделал акцент на эзотерик то есть простые люди ладно откуда им это знать да как это все разделить как это грубо говоря прочитать но эзотерики которые много лет практикуют и так далее среди них я увидел вот это повально так как они все более чувственны среди них это была повальная тенденция и по фактически все они это восприняли на себя то есть я какой-то не такой я там что-то там и так далее не надо так делать учитесь потому что скажем так происходит часто вещи которые напрямую вас не будут касаться и будут касаться но очень опосредованно если вы это все будете воспринимать как лично вы просто кукушечкой двинетесь дорогие мои его здоровье там пошатнется поэтому учитесь у меня есть разные курсы приходитесь обучать чтобы учиться скажем так разделять различную информацию которая к вам идет возвращаемся к самому затмению да акса самим этим энергиям что это за переход что он несет он несет очень жесткий энергии суть очень проста весь мир заплывает войной уже все это происходит то есть когда нам дали скажем так информацию мы просто ждали как-то будет проявляться и все сейчас знают про израиль и палестину да про этот конфликт но турция сейчас бомбит куртов в ираке и сирии обострение в косово были убиты снова же тот же карабах себя проиграл в общем везде где могу загореться загорелась и еще много много где загореться вот запомните даю сразу прогноз на ближайшие года два с половиной везде где может быть военный конфликт он будет мир будет плать для чего и почему если говорить о высоких материях я в своем видео уже заранее рассказывал об этом почему дан вот этот российско-украинский до конфликта в сау да в сау российской армии так далее я объяснял что в современном мире мужчины не просыпаются просто так да они как бы спят не не идут в духовное но бог нас любит и он приведет нас к духовному они что так быстро не приводит мужчин к духовности как война потому что в падающем самолете и окопе ник нет никаких атеистов и не бывает вот ничего так быстро не приводит мужчин в духовности как война но так как есть не только россия украина на карте еще много стран соответственно много где должно заплать чтобы мужчины проснулись вообще этот переход он на самом деле он фактически полностью о мужчинах именно мужчины должны просыпаться чтобы вот этого не было или проснуться для того чтобы защититься вот где сколько кто проснется тот и будет выигрывать на самом деле здесь очень четко и такое четко и такое послание это если говорится скажем так о высоких материях если говорить более простыми вещами как это все происходит вот у нас есть спецоперация на украине там сходится до армии и мужчины как я говорю пробуждаются но например на стороне украины ну есть много скажем так или наемников можно назвать можно назвать добровольцем это не суть важно из польши очень много есть из германии есть из других стран мира и вот пока они там они тоже пробуждаются а потом возвращаются к себе на родину если выживают но про в ту же германию но они уже пробудившись и они уже более смелые они более жесткие не более решительный и например в той же германии не могут уже по-другому посмотреть на проведение гей-парада или на то как ведут себя всевозможные выходцы из стран какого-нибудь там какой-нибудь африки и так далее и соответственно могут очень жестко на это прореагировать и так начнется там дополнительное скажем так пробуждение есть еще одна тема связана такая война такого экономического плана западные страны фактически все свои запасы отдали украины сейчас они пусты ну грубо говоря вот история с израилем это очень четко показала тут же израиль активно отдавал многие свои вооружения боеприпасы украине а когда у него началось свои скажем так проблему выяснилось что ему срочно нужны там ракеты по воду железный куполу только сша их может дать и срочно их запросил но ему нужно еще определенные вещи которых уже фактически нет на складах и вот скажем так все враги запада это сейчас понимают что если например китай нападет на тайвань то тайвань мало чем они смогут помочь может есть еще и чисто экономический помимо физического наличия снарядов экономическое напряжение от войны она тоже очень серьезно запад фактически сейчас на грани и он понемножечку начинает сдавать свои позиции это видно по африке где за последние полгода бывшие скажем так страны под влиянием франции пошли подошли под контроль и россии то есть франция буквально смысле отступает в африке вот это country конфликт арабо-израильский скажем так он тоже показывает что израиль далеко не так силен как многим казалось и соответственно идет серьезное распыление сил и многие многие захотят этим воспользоваться раньше многие конфликты тормозились тем что стороны понимали что вмешаются скажем так третьи страны серьезные крупные которые не дадут ему или разгореться или примут какую-то там другую сторону и так далее сейчас эта тема будет уходить если скажем так конфликт между израилем и ираном будет разрастаться может иран там принимать что так активное участие то все этот как бы сектор он там заплывает и соответственно сша будет вынуждена туда втянуться и к примеру у азербайджана будет с точки зрения исторической науки идеальный момент чтобы решить все свои вопросы с армении пока рабах он по сути уже решил но есть еще один по какому-то там не помню названию коридору и это будет лучший момент чтобы это решить еще раз все что может заплать заплывает и вот тут уже будет например много зависеть от того как поведете армянский народ уж если армянский народ дальше будет ждать чтобы должны спасать русские или французы или американцы забудьте этого не будут все занимают своими делами россия занимается украиной сша там будет заниматься при ближнем востоком или каким-нибудь тайванем и так далее только армяне могут сейчас спасти каждый будет воевать грубо за себя если армянский народ не начнет там создавать фонды чтобы покупать беспилотника вот как это было в россии до вначале своего на были созданы отдельные благотворительные фонды или просто люди отдельно покупали там бронежилеты специального обувь там многое многое другое средства связи тепловизор и так далее чтобы обеспечить собственные части вот и это сыграло на самом деле очень важную роль бы своего скажем так укрепила успех россии то армяне я смотрю ничего такого не делают а хотя армянская армия одна из самых скажем так нищих на территории снг поэтому понятно что они не удержат если они прямо сегодня не начнут создавать эти фонды не начнут скапываться в там в границ да вот это там землю камень там что есть у них там на территории вот этих гор то им хана все очень просто и вот так будет везде по миру в косово где-нибудь там я не знаю в паиланде и так далее везде где есть тлеющие конфликты будут они это по-любому то есть у нас как бы понять и вот этот скажем так огонь и слоу вот это пожар он дает искры и они начинают разлетаться по миру начинаются новые пожары от новых пожаров будут новые искры и так дойдет даже на территории сша по моим сведениям в ближайшие годы весь мир еще раз заплывает но в чем еще такая бой еще большая проблема дело в том что в свое время я делал такой маленькой такой видеопрогноз я говорю что чем хорош 2023 год это перекур перед двадцать четвертом двадцать пятом уж они будут самыми ахова просто самым вот это самый самое самое такое сейчас начинается и соответственно вот у нас накапливаются проблемы с предыдущих лет то есть помимо войн у нас никуда не делался тот же коронавирус у нас количество стихийных бедствий усилилось ну например вот в афганистане недавно было землетрясение в те же дни что а там палестинцы напали на израиль да фактически никого в мире это не интересует несколько тысяч погибшим всем пофиг вот а до этого там в тунисе было наводнение а до этого в марокко землетрясение и так далее всем даже уже никто это не замечаешь у нас бешеная солнечная активность что есть такая норма что на планете земля должно быть ну в среднем действует около 40 вулканов сейчас действует 64 полтора раза больше нормы по количеству землетрясений других проблем все везде превышается то есть у нас есть эта проблема есть а еще и говорю об эпидемии безумств который почему-то никто не хочет замечать я показываю реальную официальную статистику что количество разводов что количество психически больных что количество девятного странного поведения всяких там извращенцев постоянно увеличивается соответственно с одно будет накладываться на второе третье четвертое пятое и вот двадцать четвертом двадцать пятом это все выйдет на эпогей выступаем еще раз самые аховые времена и вот эти затмения не просто вот фиксируют начало вот этого мощного движения ответственность этого нужно делать определенные выводы если вы хотите куда-нибудь эмигрировать то подумайте что это за страна но например вот свое время там пару месяцев назад я случайно на улице встретил клиентку она меня прям остановила тепло привет я только говорит прилетела а полтора года как живу израиль в углу ну там интересно и выясняется что она живет потому что муж ну бежал от призыва на всякий пожар на противо скорее все бы и не призвали и я говорю ну вообще ты как бы вы бежали в страну где там иногда сирена у вас там тревоги не работа на горит ну периодически работа ну странноватое место и для того чтобы бежать от войны согласитесь да но если логику включить как выяснилось оказался ну прав абсолютно да или вот многие у нас убежали от войны в армению да и вот только что он объяснял что в той сложившейся ситуации которая сейчас вероятность войны между прямой азербайджаном и армении супер высоко просто супер мне часто задают вопрос а что дальше а дальше надо или воевать или все сдавать и уходить понимаете его то есть если с карабахом армяне еще могли сказать что это какая-то другая там не признанная территорию который кстати они сами то есть за 30 лет и не признали то случае вот конфликта насчет коридора это уже прям напрямую территории армении не уже не смогут так сделать а это значит что это значит полномасштабная война между странами с полноценными ударами по всей территории тоже армении армении средств может быть по всей территории азербайджана вот и соответственно вот эти огромное количество фрилансеров и флюренса всевозможных им снова куда-то надо будет бежать предлагаю бежать заранее понимаете есть конечно места которые себя заранее защитили но при боли я снимал до видео где рассказал что вот предыдущая серия затмений привела к тому что не пришли к выводу что им надо закрывать остров для туристов и это абсолютно правильно намоленные люди почему эти то есть как бы вселенная ограждает ингрид закройтесь потому что скоро все побегут все фрилансеры мира побегут к вам короче не закройтесь зачем вам это надо вот и они заранее закрываются молодцы то есть господь если хочет он что-то оберегает но в остальном до мир будет пывать как это можно остановить но по сути не как если особенно смотреть мой канал к которым там всего лишь пару тысяч подписчиков эта информация вообще мало куда уйдет но по сути своей чем раньше мужчины придут богу тем лучше понимаете тем больше не по задумывается духовность ну что в ином случае они сначала им придется взяться за автомат а потом они все равно придут богу потому что еще раз в окопах не бывает атеистов вот такая вот история как вы уже поняли не очень простые времена есть и хорошие новости никакой ядерной войны не будет она могла быть в начале вот и слова вот это я вам точно говорю сейчас нет просто огромное количество конфликтов по всему миру мир еще раз будет пылать поэтому берегите себя думайте раскрывайтесь и это время очень тяжелое будет для людей которые все пытаются держать под контролем может это будет очень хаотичное время очень соответственно люди которые живут по с очень строгим планам показателям будет невероятно тяжело то есть люди которые будут думать что у них все сквачено их психика может конечно пострадать больше других что касаемо этого конкретно вот этих да индивидуальных скажем так этих затмений то эта серия начиналась с квадрата марса плутону марса сатурна это два самых жестких квадрата это очень воинственный скажем так затмение это уже в общем то видно и скорее всего прям на днях будет кульминация этой воинственности и но есть еще вот момент рождения есть момент а как она проигрывает сейчас снова там будет у нас квадрат марс-плутон то есть то что у него заложено в начале но она находится в весах весах это тема договоренности и затмение здесь конечно разорвет очень многие договоренности если мы берем ведическую систему то затмение в накшатре читра читра это в общем неплохой такая неплохая накшатра если не знать некоторых деталей которые рассказываю на отдельном своем курсе по накшатрам это зона мести это попытка отомстить она может прыгать на самых высоких уровнях как палестинцы и иранцы там сидят сейчас израильскому народу а в итоге сместит им его так и на очень бытовом то есть если у вас есть враги может быть у вас какой-то от них подвох именно в этот момент вот для и знаков это очень важно супер важно супер 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 важно для весов потому что это затмение в их знаке у них время соляров и фактически все попадают вот под влияние вот этих солярных дней поэтому от них требуется супер осознанность и супер сдержанность особенно подчеркну для них это невероятно важное время для овнов так это позиция к весам тоже может быть важное время тем более их марс управитель но он квадратит и снова здесь очень важно сохранить баланс и не брать ну скажем так перегруза чтобы где-то в чем-то не надорваться очень важный тоже момент да ну и вообще-то очень аварийное время ну и для скорпионов на самом деле так как там есть у нас активное участие паутона это тоже активное время очень важное время вот этим трем знаком потребуется предельная осознанность все это время но вообще эта тема хороша для всех вот ближайшие дни особенно 14 числа постарайтесь быть максимальной концентрации максимальным пониманием что вы делаете и для чего а чтобы так понимать нужно не спешить может и когда у вас включается загнанная лошадь вы уже просто будете делать на автомате не понимаешь что вы делаете и для чего а это очень важно в такие дни но еще если мы берем ведическую традицию то считается что фактически любая еда и любая вода в день солнечного затмения является ядом поэтому в детской культуре все очень просто в этот день по возможности старайтесь как можно меньше пить и как можно меньше есть то есть это такой день максимального скажем так поста вот кто умеет кто держится рекомендую но вот так вот надеюсь мое видео было интересным полезным для вас подписывайтесь и да я считаю что вот то что сейчас начнет происходить по сути уже происходит она для нашей скажем так трансформации что мы вышли всем миром на новый уровень так давайте поможем мир давайте будем выходить осознанно на этот уровень и давайте сделаем так что скажем так перерожденный тальков сможет сам спеть вот эту свою легендарную песню и попробуйте всушиться в нее не просто увидеть форму а увидеть содержание всем пока я мечтаю вернуться с войны на котором родился и рос на руинах и че страны под дождем перерожденный талон и все и и и и и Я пророчен, не вернусь, Но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через колыбку Страну не дуракую, а пение. Я не повержен и пою, Я воскресну и спою. На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны. А когда затекают войны На плаваре, а не в страну, Я о мире, о любви Сочиняют песню свою. Облегчу нам вздыхают враги, О том, где говорит пустя, Ощелают сердце и другие, Это приват. Пусть даже через колыбку Страну не дуракую, Но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через колыбку Страну не дуракую, Амелья, и повержен и пою, Я воскресну и спою. На первом дне рождения Страну, вернувшейся с войны. Страну не дуракую, Я воскресну и спою. Пусть даже через стол веков Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Я вернусь. Пусть за груз, Но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через стол веков Страну не дуракую, Я вернусь. Я вернусь.